Всем привет, с вами Илья Карифан. Это второе видео из города Woodland. This is Kurt, the realtor, investor. Представьте, друзья, вы просыпаетесь, играет романтический рояль, и вы выходите на порчу, на улицу, попить кофейку романтического. Смотрите направо, тут музей. Это не музей, это дом олигархов, местных соседей. Здесь еще один исторический дом. Добро пожаловать на улицу исторических домов Victorian Woodland. В городе, пригород Сакраменто, людей состоятельных, профессоров, адвокатов, депутатов, сенаторов и так дальше. Вот этот дом записан в национальный регистри по искусству, как его красиво сделали, сюда приходят специалисты. Это вся улица, несколько блоков, вот таких домов, кроме этого. И вот здесь закопаны бабки, потому что он просто не соответствует. Мы с Киртом здесь, чтобы рассмотреть оппортунити, возможно, здесь. У Кирта, как вы поняли, здесь недвижимость есть. У нас с ним мы партнеры в других сделках, вот его бизнес. А вот мой бизнес. Шучу. Это моя колесница. Итак, вот этот дом стоимости почти 4 миллиона. Вот этот дом. Изначально его хотели продавать за 650 тысяч. А сейчас мы, возможно, его купим за 450. Ну, мы будем торговаться, конечно. Киртс, tell me, please, what's the opportunity here? The opportunity here is, one, it's in a beautiful neighborhood with a million dollar, multi-million dollar mansion across the street. And this property, in my view, has the opportunity to increase in value by making some selective architectural design changes and making some selective repair changes to the deck as well as the studio unit in the back. Let me translate it. That's good. Самое большое изменение, что мы можем сделать, чтобы поднять ценность в этом доме, он может подняться в цене. Если мы сделаем некоторые архитектурные изменения и добавить rental property в студию, которая находится сзади, behind, right? But before that, tell me, what year is this? It's built in 1919. 1919 год. So, that's exactly 100 years. Yes. Мы сходим в 100-летнем доме. Тут такое более современное. This is kind of modern stuff here. Yeah. Такой душ. Nice coloring, nice painting. Real wood? Yes. Старинное звучание. Oh, that's huge. Look at this, huge. Is this another living room? That's the dining room. Dining room. То есть здесь люди кушают. Здесь... Kind of very modern, right? This is modern. Современная кухня for the Victorian. This is what I call the IKEA kitchen. IKEA kitchen. Yeah, cheap kitchen. Yeah. Well, I think you can do this with what we call plantons, which adds some dimension to them. Uh-huh. And put in actual... Yeah, but... I mean, I don't know. I can add some element to the kitchen. I don't know. Yeah, but I don't know. 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 It's expensive. Не соответствует стилю дома, улицы, но тут говорит, если добавить какие-то элементы дизайна, можно. О, look at this. В 1991 году Джонс, Джанет, нарисовала этот домик. Красивенький. Да, богатые люди любят свои живые картины. So, продолжаем путь. This is one of the bedrooms. Как мне нравится, в комнате я темнее вижу чем камера. Спасибо, Стив Джобс, за один астайфон. Олег, я думаю, что если бы ты посадил это вот здесь. Да. Закрыл это дверь. Да. Это дверь для внутренней комнаты. Это дверь для внутренней комнаты. Это большая дверь для внутренней комнаты. И где кухня? Кухня будет здесь. Потому что все утилители и все это здесь. Или вы можете поставить здесь. В зависимости от того, где вы хотите. Но это может быть, как я называю, галли, мини-китчен. Да, да. И так, возможность, которую можно здесь применить. Разделяем дом наполовину. Вот здесь. Это будет передняя часть дома. Вот это вторая часть. Комната. Один. Комната. А, это туалет и ванная. Кухня была бы здесь. И вот это комната номер два. Классно. Свет здесь. Просьба здесь не открывать окна. И вот как здесь романтически все выглядит. Конечно, вот проблема. Вот это начинает гнить. Здесь просят бы не ходить никому. Ну, как я знаю. Так, я получил твою фотографию. Так, это... Да, вот я прям чувствую, что это падает. Да, пожалуйста. В то время я на улице. Посмотрю, как живут соседи. Заборчик новый. Что мне не нравится в Соединенных Штатах. Многие люди поставили этот забор и ничем его не покрыли. И он становится вот такого цвета потом. Серого, темного, страшного. Мне кажется, вот это вот правильно его чем-то помазали. И он останется деревянным. Мы свои заборы, ну, свои передние заборы сделали. Помазали лаками, чтобы они оставили деревянный вкус. Тут целый город, я так понимаю. Я не ожидал увидеть второй дом сзади дома. Так это полная студия Opportunity. Я переживаю, я не захожу в чей-то частный дом сейчас. Фен работает. Огородики. Сзади проезд. Вот еще один дом. Или это то же самое? Сзади форплексы или апартмент комплексы. Прикольно. Очень, ощущение такого, такого чего-то интересного. Это один унит или несколько? Это студия и гараж. О, гараж, окей. Это студия и гараж. Окей, фен. Это... Whose stuff is this? Это селлеры. Окей, с... Она будет отменить, да? Да, hopefully. А то, если это будет свободен. То есть, это можно превратить в жилое место. И вот вам... То есть, тут это можно превратить в жилое место. И вот вам... Здесь, на другой стороне, сделать таб, душ. Сюда добавить кухню. Вот это living space. А там еще две комнаты сделать в гараже. И это полный полноценный дом. Can it be permitted? Yes, absolutely. И можно с permitами и разрешением это все сделать. Очень круто. И вот, похоже, люди живут здесь сто лет. Это люди, которые живут здесь более 100 лет. И, кажется, университет. Люди. Высший класс. Окей, скажи мне о номерах. Сколько мы можем купить это? Сколько нам нужно поставить это? Здесь? Сейчас продается за 495. Сейчас продается за 495. Мы думаем о 450. I'm not sure that they'll go that low, but that's my target number. Uh-huh. For the deck, I believe that we can fix that deck, tear it out, and add a smaller deck for the entrance. So we have steps up. Okay. Kurt говорит, что можно уменьшить вот этот deck. Сделать его просто под входы дома. Right. Because this is way more than what the average person would use. Keep this. Yes, this is actually in decent shape. Yeah. But take the... See where that slider is. Yes. And then another deck in an L shape. Basically the size of... Connecting both. Connecting both. I think we can do that for around 3500 dollars, I think. So, on the inside, it's simple because you just divide the two houses by that hallway. You add a kitchen for this back unit. And now you have two rentable spaces. Yeah. And now you have two rentable spaces. Right. But you'll see, there's also a separate meter for this one. Oh, right. Тут электричество для этого домика отдельный. А вот здесь для двух домов они будут как бы вместе. Поэтому надо продумать, как жители будут их разделять. Электричество Биллы. So, I would estimate the front unit renting for 1600 a month. Передний юнит был бы 1600 в месяц. And the back unit 1500 a month. Вот этот задний юнит 1500. And we would do whatever the extra electric bill is. We would split. Электричество бы они разделяли между собой. What about the studio? Studio, it has its own electricity. So, as long as we just use electricity for the power sources. It would go away from the heat. I mean, from the wind. If you want a meter of electricity for that, there's no reason to actually have a separate gas meter for that. And I believe, based on what my projections show, that would end up being about the same size as the guest unit that we'd be putting in the first house we looked at. About 700 square feet. And how much would it be rented for? Between 1300 and 1400 a month. So, we're talking four and a half thousand per month. About four to four hundred. В месяц можно зарабатывать, если все сделать, в месяц можно зарабатывать 4 тысячи, 4 с половиной тысячи в рент. How much expenses do we need to put here in order to make it happen? Well, I budgeted $50,000 to do what I just explained. It would depend on how elaborate you want to do that. But I would do a minimum there. Standard. Yeah. Kurt said that he decided that a half can be put in it all. That is, you can divide them into half, make a garage in the house, and get 4,500. But things can go delayed or wrong. And I think instead of 50, we can put 70 to be safe. and conservative, so that everything will work. How about if we go further? And can we go forward, front, and look at the roof? What if we upgrade the roof and make it more Victorian? How much do you think more is going to cost? Okay. Yeah. I asked him. One, translating. To redo both roofs in a new, what we call, dimensional shape, it would be $20,000 for that. And to do the core ball would be about $5,000 if we did a factory build one. If you build one yourself, it would depend on how much the labor costs. Kurt said, if we could make the roof like a neighbor, we will go to Victorian and make a core ball like a neighbor. Look at this. This is the beautiful one. Look at the top. If you can also make it. It costs $5,000. And the roof costs about... You said $20,000? The roof? Beautiful, more higher. And $20,000 to replace the roof. To make such a beautiful neighbor. So that means we are going to make it really beautiful. Like this. No, no, not really like this. No. We need about $80,000, $90,000, up to $100,000. Up to $100,000. To make it very cool, beautiful, we need to invest a hundred dollars. Okay. Tell me, if we put a hundred grand, rent it out, how much can we sell it for approximately? Okay. If we buy it for $450,000, we put in $100,000, then we should be able to sell it for $650,000 to $675,000. Because that's what the neighborhood supports. Translate. If we buy it for $450,000, we put in $100,000, it's $550,000. We can sell it for $650,000. $650,000 you said? $650,000 to $675,000. $650,000 to $675,000. $650,000 to $675,000. That's what the market can allow for this house. That means we put in $200,000. About $200,000 we can make. Well, it's fun. $450,000, $100,000, that's $550,000. And then $650,000 to $775,000. That's really more like $150,000. Sorry, not $200,000, а $100,000, $150,000, $175,000. We can work here. If everything will be planned. The picture is clear. If you are interested in the project, write me, I will give you a card. And we can do it all. But I am so excited to sleep here, drink coffee, croissant, and look at it. And then maybe take an object for Airbnb, and take it off. And take it off. and take it off. So, friends. This is Real America. Welcome to Victorian Street, in the city Woodland. And a person who knows what he says, and I trust him. We bought him a similar house in the city. And I'm sure that everything will be good if it is suitable for you, to be conservative. Let's read the numbers. If it's an interesting object, let's do it with it. My name is Ilya Karifan. Kurt, Alec, Resim, Bulgaria. До встречи. Увидимся. Have a great day. Okay.